Посмотрите-ка, какое цоп-цопе, цоп-цопе. Эть, бараны. Ух ты, шевел, как меня тут пувыркнуло. Здравствуйте, как вы, уважаемый любитель легких видов спорта. Мы тут в сложном месте, и, конечно, может быть, не стоило включать видео и писать видео, как говорит Макс, но не могу, не выдерживают, у меня совесть не выдерживает. Я понимаю, что такое вам показать надо обязательно, иначе мне будет стыдно перед уважаемыми любителями легких видов спорта. Сразу показываю две вещи. Первое на первое, это, вот видите, водопадик красивый, озерко такое небольшое, и дальше водопадик, мы к нему вернемся. А второе, что мне понравилось, это стадо барашков, которое пасется на склоне, вот оно, видите, какое, там собакик, пастушье, вот. И мы здесь. Какая у нас сложность, никак не можем выбраться. Вот я пытаюсь в разворотиках набрать высоту здесь в небольшом потоке, но в целом дела наши так себе. Будем дальше работать, когда ролик запишем. Пока я концентрируюсь на съемке и на пилозировании, еще раз вам пастушья, пастухи из их ЦОП-ЦОПЭ. Дальше здесь, вот, под нами сейчас озерко, наверное, я сейчас пролечу чуть-чуть дальше, чтобы вам заснять водопад получше и не на такой высокой скорости. Здесь такой карманчик в горах, куда мы попали и пытаемся набрать высоту, потому что оказались уже как-то сеть на низкой. Вот, допустим, келевала справа уже не проходим. Именно отрезаны от аэродрома, посадочные площадки есть, но так себе в стиле останешься цел, а планерное списание, а нам такое не надо. Конечно, у нас есть мотор, даже 73% с зарядом батарейки, но в целом вот сюда вся вода, так сказать, стекает в эту норку. И вот водопадик. Так, в России мы еще ниже. Уже даже овец не видно, барашков. Вот они там за скалой. Я сначала думал, что какая-то каменная оси, какой-то камнепад, потом смотрю, нет барашки. Вот здесь самый лучший подъем у нас, ить. Так. Вот я сейчас одним глазком покажу вам хребет, по которому мы вернулись. Видите, какая погода бомба, а на хребте мы набрать не смогли. Бомба-бомби-розень. Кажется всегда, что погода-огонь, а на самом деле она другая. О, параплан. Серега, как тебе вообще полета? Обалденно. Скажи что-нибудь доброе. Обалденно. С таких перспектив не увидеть. Только на Испании на землю. Да, очень красиво. Знаете, параплан, мы его не будем мешать сейчас. Ведь он в спирали прям стоит. Это мы как дураки летаем восьмерками, а он может себе позволить и так летать. Давайте что ли спекируем на водопад. Что-то мы летаем, улетаем, улетаем, улетаем. А красоты никакой не видно. Сейчас я подальше от склона. О, вот он, красавец. Ну, понятно, что такое. Так себе водопадик, но вот что есть. Видите? А высота у нас, как вы видите, не меняется. То есть каждый проход я что-то пытаюсь шкряп-шкряп, но в целом никакого шкряба не получается. Это, конечно, обидно, досадно. Но, кстати, а почему бы нам, благородному Дону, не совершить такой поступок, который, например, настоящие планилисты не любят делать? Они, например, не любят выпускать мотор. А мы же не настоящие. Можем себе позволить взять сейчас в сложном месте и набрать чуть-чуть метров сто. Мы потратим немножко процентов, да, я вижу параплан, батарейки, но зато еще раз вам пройдем над варажками. Заодно вы посмотрите, как же на тюпестреле быстро мотор запускается. Так, подальше от параплана, а то мы сейчас какому дадим парку. Пауэр! Пауэр! И вот так выключается мотор. Пел и автоматически убирается. Я уже перевел тумбер по уборгу. Мы опять выше! Как говорится, никакого мошенничества. Конечно, так делать не стоит лишний раз и приучать себя к такому. Но если мы начали снимать красивый ролик про барашков, ну как мы можем завершить его на трагической ноте? Ну и тем более мне все-таки хочется здесь высоту набрать, отсюда улететь нормально, не шкрябаться там внизами где-нибудь. То есть здесь как раз существует тактика, что в хорошем месте, правильном взять, все-таки набрать высоту и лететь дальше хорошо. Вот вам еще раз вид на барашков. Вот они. Какой жаркий здесь, наверное. Какая вкусная у них трава. И вот впереди наш друг-пропланирист, который нас показывает нам, где поток. Мы под него дыряем и смотрим, можем ли мы с ним вместе набрать, хватает ли здесь для планера потока. Ну, потока-то хватает, только, знаете, не хватает смелости закрутить на склон. То есть я вот туда закрутить, извините, яйца у меня и не титановые. Вот так лететь вдоль склона мы, конечно, можем, но мы летали уже, не работает склон. Ну давайте проверим еще раз, может быть я просто ошибался, заодно покажу вам красивые виды. Вот так, засекаем высоту. Тысячи... О, смотрите, как. Все поменялось, прошло 10 минут и кардинально все поменялось, склон заработал. Это радует. Вот здесь зелененькая травка, все красиво. Вверху какое-то сканище страшное. Мы вот за таком, как бы, где луга с травкой обрываются обрывами. Конечно, бликует сильно фонарь у пипестреля. Это беда. Видно вам мои только кроксы фактически, они еще больше. Я же вам хочу больше показать. Например, показать, как тут крохило справа. Лежат языки снега. И вот тропа зигзюгом идет, видите, такая тропа. И потом вот там в карманчиках снег. И пещерка. И в эту пещерку ходят люди. Смотрите, мы и набрали 20. О, и кто-то с нами летит еще сзади. Кто-то за нами сзади крадется. Ну-ка, посмотри-ка, прикрой хвост. На флорбе вижу, но все один планер. Визуально не вижу. Разворот. Вот, друзья, и вот съемка ролика, видите, помогла мне выбраться. Потому что мы здесь проходили. Никакого подъема здесь не было. А теперь смотрите-ка, пожалуйста, чух. И подъем. Причем хороший, до 5 метров забросы. Вот она, планерная жизнь. Так, и, кстати, 67% батарейки, а было 73. То есть, всего лишь 6% я потратил на что бы сменить унылое состояние. Ну, мы бы, что бы делали? Вот туда пошли бы под те облака, там, в более низких холмах убирались. А так, чпунь, и, пожалуйста, что там? Параплан? Да вижу, слушай, но он не лучше нас набирает. То есть, мы, пойдя, пройдясь вдоль склона, только, сказать, добились чего-то хорошего. Так, 2067 метров. Ну, теперь точно нужда подойти еще раз по лабораторам. И следующая ходка. Следующая, я тут буду делать, наверное, проходов 5, прежде чем выберусь на высоту. Может быть, имеет смысл где-нибудь там кувыркаться. Ой! Как же у нас тряхнуло. Главное, что параплан так не тряхнуло. Видите, друзья, как он отважно летит? Мы подальше от него держимся, чтобы не поставить ступную струю. И вот, теперь вам красивый ракурс на баранов. Вот прям лучше не бывает. Я прям вам кликирую. Так, скорость до 50. Главное, не разогнаться избыточная. Вот вам барашки. Мы бы, кстати, могли сейчас на другую сторону перевала перейти. Но, пожалуй, нет. Пожалуй, я сейчас развернусь. И вернусь. Видите, здесь как не было потока, так и нет. Вот я потеряю высоту. Ну, не сильно, но немножко потеряю вид на водопад вам еще один раз. Здесь люди. Мы только что летали, махали им крылом. Люди страшно довольны были. У меня всегда Клаус говорит. Игорь, если видишь людей, помаши им крыльями. Вдруг этому человеку ты помахал, и он стал после этого пилотом. Ой. Да я не вижу. Мне, кстати, много уже достаточно народу написало, что Игорь, из твоих роликов, мы пошли учиться летать на планере. Кто-то пошел летать на парапланере. Кто-то пошел даже летать в большую авиацию, на самолетах учиться. Это Эд вообще профессию свою связал с авиацией. Двину шел на летал, только после школы. И вот все блин, куда податься Юдуша, в таланте, в умных и так далее. Ну, подался, а это уже. И тебе, ну, ты можешь сказать, ну, а говоришь, на плане интересней. Вот. Ну, это все говорят, летать на самолетах на плане интересней, и я тоже так считаю. А ты как считаешь? Сопроцентно. На плане ли совсем другой кайф. Ну, что ж, на этой оптимистичной ноте, друзья, мы начинаем работать. А то я так сейчас еще раз поток запускать буду. А это вот, вообще, запускать мотор в полете пошло, но зато как приятно, когда хочется. До новых встреч, голубогважаемые любители лета и минус спорта. До новых позитивных роликов. Эхэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ